Спасибо, мистер президент Дональд Трамп. Два сообщения на Фейсбуке. Михаил Польский. 5 ноября 2016 года. Сегодня, за три дня до выборов 45-го президента Соединенных Штатов, я поставил на юзерпик лицо поддерживаемого мной кандидата, добавив число 45, а также число 424. Такова гематрия его имени Дональд Трамп. В этом мое молитвенное обращение за поддержкой к Машиаху Бен Давиду. Да раскроется он сейчас, гематрия которого, Машиах Бен Давид, равна тому же числу. Уверен, что его участие в выборах есть самопожертвование ради идеалов, подаренных всему человечеству на горе Синай. Кроме того, в нумерологии число 45 связано с понятиями «Доброжелательность, благородство, прощение, раскаяние, благодарность, исцеление, щедрость, великодушие». Кому из кандидатов более свойственны эти качества? Игематрия слова «Геула» – «Избавление» равна 45. Алекс Тарн, 21 января 2021 года Спасибо, мистер Президент! Как еврей и израильтянин, я не могу не поблагодарить вас за признание моего права на Иерусалим, Голланы и поселения Иудеи и Самарии, в одном из которых я имею честь проживать. Спасибо за мощную дипломатическую поддержку моей страны в мире, Где мы десятилетиями были государством-изгоем, государством-евреем, Которое подвергалось ежедневному линчу на всех международных форумах. Линчу со стороны людоедского большинства, С подачи таких светочей демократии и прогресса, Как Сирия, Чад и Венесуэла, И при молчаливом попустительстве наших европейских заклятых друзей. Спасибо за целую пачку мирных договоров с арабскими соседями, Договоров, о которых мы мечтали годами, Как о недостижимом мираже Аравийской пустыни. Мы мечтали, вы сделали их реальностью. Большая часть этих великих достижений Носит необратимый характер. За четыре года вы сделали для нас в десятера больше, Чем дюжина предыдущих хозяев Белого дома, Начиная с Гарри Трумена и кончая вашим предшественником, Чье имя я забыл и не хочу вспоминать. И все же, ваш главный вклад в современную историю Выходит далеко за рамки вышеупомянутых перемен, Сколь бы важны они ни были для моей горячо любимой, Но не слишком значимой во всемирном масштабе страны. Именно об этом я и хочу сказать, О вашем глобальном, титаническом вкладе в историю человечества. В мир, свихнувшийся на лжи И тоталитарном насилии политкорректного диктата, Вы вернули одну из важнейших человеческих ценностей – Здравый смысл. Здравый смысл, ставящий во главу угла Не эфемерную брехню об универсальных ценностях, А элементарную логику жизни. Здравый смысл, говорящий, Что когда к тебе лезет бандитский сосед В сопровождении каравана своих рабов, Наркодельцов, насильников и головорезов, От него надо отгородиться высокой стеной И поставить надежную стражу, Что политика халявного вэлфера Плодит миллионы матерей-одиночек, Паразитов, преступников и подонков, Что превращение некогда славных университетов В питомнике так называемых гендерных и социальных наук, Лишает страну творческого молодого потенциала, Выпуская на волю ни на что негодных бездельников-зомби, Кадры анархии и фашизма, Что единственный шанс Сносно пережить глобальные климатические изменения Заключается в скорейшем развитии технологии, А не в самоубийственных ограничениях, Накладываемых на энергетику, Основу технологического прогресса. Что касается генетики и гонения на ученых, Осмеливающихся публиковать неугодные прогрессистам данные, Не святая борьба, кавычки, С родимыми пятнами белого супрематизма, кавычки, А мракобесное игнорирование научных фактов, Ставящие науку в подчинение идеологии, Как во времена Галилея и Коперника, Что нормальная семья – это мама, папа и дети, А не однополые родитель номер один и родитель номер два, Покупающие для себя детей у женщин инкубаторов из третьего мира, Как щенков или рабов на невольничьем рынке, Что Америка не обязана оплачивать завтраки, обеды и ужины Своих экономических конкурентов, Что незачем навязывать ложку и вилку соседу, Который твердо намерен хлебать свои щи лаптем. Вы, мистер президент, напомнили обо всем этом миру, Который давно уже, как атлант из пророческой книги Айн Ренд, Бьется в опутавших его сетях поганого левого прогрессизма. Спасибо вам за это! Спасибо за мужество, с которым вы противостояли Ежечасным поношением и потоком лжи, Льющимся со всех сторон на вашу голову. Левые апостолы вранья, Живущие кривдой и лгущие каждым своим слогом, Обвиняли во лжи вас, Вас, единственного защитника и проводника Правды здравого смысла. Это была поистине сюрреалистическая картина, Негатив реальности. Они наполняли эфир своим неистовым лаем, Подобные своре псов, Окруживших могучего медведя. А вы отбивались от них, Как этот гигантский медведь, Отбивались в одиночку, В героической, но безнадежной борьбе. Безнадежной, потому что справиться в одиночку Со столь многочисленной и мощной сворой Не может даже такой могучей гризли, как вы. Пусть это станет уроком для тех, Кто придут за вами, Вдохновленные вашим великим примером. Для победы надо собрать надежную команду, Составить действенный план И первым делом посадить на цепь Соблезубую левую стаю. Иного пути нет. Вчера, когда я, Сдерживая тошноту, Смотрел на коронацию деда Щукаря И его фиолетовой щучки, Мне, как видимо многим, Вспоминался Пушкин. Бесконечный, безобразный, В мутной месяце игре, Закружились бесы разные, Словно листья в ноябре. И дальше. Домового ли хоронят, Ведьмуль замуж выдают? Что ж, судя по дряхлому виду домового, Вчерашняя церемония была и в самом деле Лишь прелюдия к его скорым похоронам. А вот что касается ведьмы, Та действительно вовсю праздновала Свою болотную свадьбу. Ведьму выдали замуж за поверженного Атланта. Она теперь родитель номер один И родитель номер два в одном фиолетовом лице. Эй, живые инкубаторы, Готовьте свои утробы, Несите своих детей В кровавые лапы левого молоха. Нынче его праздник, Его вонючая, лживая, Обманом выцеганенная победа. А сразу вслед за шабашем На ступенях отвоеванного у народа Капитолия Настал горький период отрезвления тех, Кто до последнего надеялся на чудо. Скажу честно, Меня немало тревожило то состояние, В которое впали многие мои друзья, Уже после того, Как стало совершенно ясно, Что все легальные попытки Юридической команды Трампа Блокируются левыми бесами И покорными им чиновниками. Тревожили призывы верить В некий эзотерический план, В кавычках, В таинственный хитроумный ход, В готовящийся из-под вальудар по врагу И в прочие фантастические сценарии. Было очень печально слышать это Еще и потому, Что приверженцам президента Изменил здравый смысл, То есть именно то, О чем напомнил миру Трамп Во время своей героической каденции. Как и следовало ожидать, Разочарование стало тем сильней, Чем фантастичней были напрасные иллюзии. Мне пришлось утешать тех своих друзей, Чье отчаяние приняло и вовсе Непропорциональные размеры. Эй, ребята, Жизнь не кончилась на поражении президента. Пока жив здравый смысл, Всегда есть надежда на его возвращение. Помните историю о рабе Акиве, Которому удалось спастись, После того, как в бурю перевернулся его челнок. Наш мудрец всего лишь ухватился за доску, И при каждой набегавшей волне Пригибал голову. То же говорил своим отчаявшимся друзьям и я, Держитесь за доску здравого смысла, Не выпускаете ее по своей воле, И не позволяйте никому Вырвать ее из ваших рук. Не отдавайте ее, Когда левые бесы станут подсовывать вам Спасительную замену в кавычках В виде свинцовой гири. И вовремя пригибайте голову, Когда нахлынет очередной девятый вал Мутной прогрессистской лжи И фашистского насилия. Сейчас как раз такой момент. Просто пригните голову и ждите подходящего времени. Где-то новый Джон Галт уже собирает свою команду, Свою армию здравого смысла. Вот увидите, Атлант еще расправит плечи, Поднимется во весь рост, И номерные родители Слетят с него Вместе с прочим Бесовским Мусором.